Песенное творчество его сближало со всей русской поэзией, особенно с песенной поэзией. Он очень полюбил Игоря Талькова, и когда узнал, что Тальков убит, очень переживал, переживал по-зрослому, переживал осмысленно, молча, и все просил, батюшка, послужите по Игорю Панихиде, послужите по Игорю Панихиде. Святой Василий Великий на вопрос, в чем состоит смысл философии, он говорит, что он состоит в вопросе о смерти. Это самый центральный вопрос бытия, смерти. О чем же печаль русских песен? О чем они поют? Тальков поет о смерти, Максим поет о смерти, и отец Роман Матушин поет о смерти. Самый центральный вопрос нашего бытия, это философичная песня, это философичная лирика, была затронута и воспринята, переработана, и донесена дослушателей этим отроком. Меня это поразительно. Ну, Матюшин там все-таки взрослый муж, отец Роман. Игорь Тальков все-таки прошел школу возмужания. А это отрок, и он так это воспринял. Меня это поразило. В нем больше всего восприятие этого центрального, самого нашего главного вопроса жизни, вопроса смерти. Это у него красной нитью проходит через все его песни. Он как бы поет о себе, о своей жизни, чем она закончится. Так же, как у Игоря Талькова. Так же, как у других русских поэтов. Как он пережил смерть Игоря Талькова, так же осмысленно, по-взрослому, он переживал мальчаливо и смерть отца. Он просто не знал, куда деться. Не знаю, чувствовал ли он свою кончину. Но, по-моему, все-таки он чувствовал. Он просто, когда у Игоря Талькова беда-то случилась, он, очевидно, и свою эту беду надвигающуюся в нем, может быть, воспринимал. Та же, как и ту беду, которая случилась с его отцом. Отец болел, понятно. А вот с Максимом просто это загадка. Как-то все с ним стало. Вздохнула струна на рассвете. Негромко, как в комнате ветер. Как в сумерках шепчутся дети. Но голос был кем-то подслушан, и звук отпечатался в душах. Внезапно струна оборвалась, но песня, но чудо осталось. Вот я уже говорила, что самое страшное наказание, это когда папа не брал к батюшке Никите Максиму. Очень долго рыдал, а потом старался исправляться, чтобы уже в следующий раз поехать к батюшке. Он начал выпиливать, когда в себе выпилил алтарные врата, иконостас полностью, фигурки священников, сам ризы из фольги блестящей. И вот нарядит их, престол сделает. Вот у него был дьякон, священник. Вот, и под дьяконы были. Вот Пашку не подпускал к этой игре. Вот только говорит, смотри, трогать не трогай. И вот эта молитвенность за землю русскую, у него единственная любовь была. Вот он как вдруг понял, осознал, что не только брянщина его земля, но и вся Россия его земля. И вот он мальчишка такой, на плечи его, он такой худенький, возлагается на его плечи, еще не носившие ни погон, ни суворовских, ни курсантских, ни солдатских. Что на эти плечи возлагается тяжесть ответственности за Россию, это, конечно, он осознавал. Вот эта молитва, которую он произносил за землю русскую, выпивал ее всем сердцем. Он понимал, что самая сильная, может быть, в борьбе за Россию, это молитва. Так что нам надо учиться у Максима силе его молитвы за землю русскую. Русская искусство не имеет права быть по образу западного обслуживанием сытых, обслуживанием свободного времени, обслуживанием, ну, прихоти какой-то, или какого-то богатого заказчика. Это нельзя, мы такой роскоши уже не можем себе позволить. Наше искусство не должно действовать на нервы. Конечно, иногда и нервы неплохо зацепить, но все-таки это наше воздействие на душу. Мы все время помним, что душа – это все-таки нечто первичное по отношению к духу. Как мы вспоминаем, что и Сара, и Агарь – это разные вещи, дочери, и служанки. И поэтому мы понимаем, что философия – одно, а богословие – другое. Молитва – одно, за душевный разговор – другое. И вот то, что у Максима душевность не обслуживала чувства, а чувства требуют комфортности, потому что у нас интеллигенция и Бортнянского, и Чеснокова, и Рахманина, и Осидия может послушать литургию и считать, что она ухватила благодати. А вот здесь, конечно, был прорыв духовности. А духовность, она обязательно требует самоограничения, жертвенности. Духовность – это стремление к Богу. И вот это в Максиме было. Вот даже, если там говорят, ну ты православный, да, ну ты крещеный, да, ну ты в Бога веришь и так далее, приходится спрашивать, то, глядя на Максима, уже этот вопрос сам собой даже и не задавался. То есть вот это лицо, такое лицо, отрешенное, лишенное каких-то земных привязанностей, оно уже говорило, что он в Господе все время живет, что все время живет Боге. И, конечно, вот это огромный нам пример, что вот этот отрок юный мальчишечка, вот тот еще только подошедший к юношеской поре, вот он нам дает такой огромный урок, что мы не имеем права жизнь свою данную нам разбазарить просто на, ну, на какие-то, на поиск своих интересов. У нас своих интересов уже быть не должно. У нас один интерес. В последние времена надо служить России. И как бы мы не слышали новые крики, новые интеллигенции асхатологические, что все, в последние времена начались моменты вознесения Христа с Елеонской горы. Мы живем в последние времена. И это не страшно, потому что это все предсказано. Но вот наше сопротивление приходу Антихриста, вот это нас будет оправдывать перед Господом. И вот Максим в этом отношении наш, как вот звездочка, вот как звездочка, как мы в детстве начинали узнавать звезды, поднимали голову, искали их, вот отыскиваем эту звездочку Максимову и думаем, вот надо вот на этот свет идти, вот это нам такой маячок вот в нашей жизни. Светлый отрок. Человек не от мира всего и не во время свое, а перед кончиной, он очень умиротворен ему, перед смертью. А он все в одной паре, и какая-то у него вот нездешняя, затаенная мысль, какие-то нездешние переживания, как бы он смотрит вдаль вечности, раскрывшуюся перед ним, как бы это все ему, им уже здесь до смерти, как бы уже все оставлено. Он уже успокоился, умиротворился, подготовился. Он это со смерти Талькова очень почувствовал, как-то, что поэты и истинные певцы, честные и правдивые, на Руси долго не живут. Я надену черную баху, превосредь замыкну фонаром, по камням двора пройду на плаху, смолчали ласковым лицом. Вспоминами, крашеную прялку, синий вечер, дремя поутим, за окном ночьющую галку, на окне любимый бальзамин. Луговым поломные прославы, тишиной обкошенной межи, облаков жемчужного зала, и девичьей песенки ворожей. Тайна смерти Максима. Для нас остается тайной. У отца была астма, у Максима была астма, и он больной с астмой пел. И откуда у него сила была петь? Петь так громко, раскатисто, увлекательно, захватывающе, с воодушевлением. Петь от сердца, от всего своего детского существа. Были и объективные причины их гибели. В частности, указывают на то, что за ними шли люди, молодежь, особенно за Максимом, в большом количестве шла. Кому-то это не нравилось. И не нравился, естественно, Максим с его отцом, с своими песнями. Но тайна остается тайной их смерти. Максим по смерти в сонном видении являлся нашей прихожанкой, своей сверстницей Олей Коваленко. И она спросила у него, Максим, а как ты погиб? В чем причина твоей смерти? А он сказал, не велели сказывать. И поэтому мы кончину его, гибель, смерть, воспринимаем как тайну закрытую. Все предаем суду Божию. И на страшном суде Господнем, тайной гибели, смерти его, кончиной будет Господом открытой. Субтитры создавал DimaTorzok